Здарова! С вами снова Андрей Скульрец! Блин, ноги плохо на самом деле видно, но да ничего страшного. Короче, еду сейчас в гараж, но в андровере он до сих пор не бывал в сервисе, хотя прошло уже целых, наверное, месяца три. На нем обновились номера, теперь я не рак, я его поставил на учет, а номера были в розыске, как бы машина снята с учета. Ну, на это в принципе пофигу, но номера-то теперь не рак, поэтому все, можете меня поздравить, я перестал быть таковым. Сейчас я подъезжаю, блин, а к гаражу, посмотрите, что здесь творится, это сплошной лед. Вот я сейчас встану туда, где встаю обычный, и, наверное, таз поедет боком вниз. Ну-ка, резина-то не шипованная ни разу. Так, встань, опа, поехали! Чисто бачком раздал, даже не трогая газ, вы понимаете, насколько все клево? И, кстати, лучше здесь, наверное, не вставать, потому что, коли кто-нибудь еще поедет, он поедет точно так же, только с другой стороны, и будет небольшой ДТП, поэтому совершаем маневр и идем в гараж. Представляем вам рейд Shadow Legends. Это пошаговая РПГ, сделанная по всем канонам. Я знаю, вы слышали про рейд уже отовсюду, но для этого есть важная причина. Рейд входит в тройку лучших мобильных РПГ в Google Play. Также игра только что была номинирована как финалист на премию Google Play Best of 2019 Awards в категории «Выбор пользователей». Игру за последние шесть месяцев скачало уже почти 15 миллионов человек. Так что же такое рейд? Это эпическая темная фэнтези. Коллекционная РПГ с более чем четырьмя сотнями чемпионов для коллекции и улучшений. Чем вас может порадовать рейд? Вы можете собрать более 400 чемпионов, собрать команду из 16 различных фракций. Или открыть для себя 13 впечатляющих локаций и многое другое. И самое потрясающее, что игра абсолютно бесплатная. Сейчас я расскажу вам о некоторых дополнительных и интересных функциях в игре. Новые чемпионы каждый месяц. Награды за прогресс. Получай массу бесплатных чемпионов, доспехов и других интересных вещей только за то, что ты учишься играть. А еще игра набирает обороты очень быстро. Вы только посмотрите на огромный план обновлений, который планируется на следующие 6 месяцев. С таким обширным контентом у вас совершенно не будет времени скучать. А меня в игре вы можете найти под ником Андрей Скутерец, прямо по-английски. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходите в описание видео, качайте рейд только по моим ссылкам и получайте 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Желаю всем удачи, встретимся в рейде. Возле моего гаража, как всегда, куча какой-то непонятной шняги, ведра валяются, песок какой-то. Но это все неспроста. На самом деле, после последнего моего лайф-видосика уже много воды утекло. И, в общем-то, многое успело поменяться. Правда, я сейчас ничего не вижу. Но это, блин, ужас какой, ничего страшного. Молчать, дай видосик-то позаписывать. Самое главное оборудование в гараже на данный момент это печка. Но, как вы могли успеть заметить, тут что-то не так. Что здесь не так? Прямо сейчас видео на паузу ставьте и пишите комментарии. Что у меня в гараже не так? А комментарии, между прочим, ну, как бы, канал так-то поддерживает. Ну, понимаете, лайки, комментарии, это очень важно. Поэтому все написали. И я говорю теперь, что не так. Да, у нас новый пол. О, наконец-то. Сейчас он выглядит замызганным и грязным. Потому что я работаю здесь два дня безвылазно. Стою полураком, но об этом чуть попозже. Даже при том, что он сейчас испачканный, это просто охренительно. Если кому интересно, что за пол, сейчас расскажу. Все-таки наши видео должны быть не только рекламными, долбанутыми или просто какими-то непонятными, а еще и полезными. И вот кто-то хочет себе классный гараж сделать. И вот сейчас я расскажу, как это сделать. В общем-то, это резиновый пол. Но это не та резина, которую кладут на площадках, допустим, из такого пористого материала, который мягкий, для гаража он не очень годится. Его можно оторвать, там его можно закосать, легко продавить чем-нибудь. Нет. Это совершенно другая резина. Она более плотная. Я бы даже сказал, что это примерно как пластик. Вот, например, посмотрим, здесь стоял лом целый день. Сейчас убрал лом. Посмотрим, мятина осталась. Ну, чуть-чуть так придавило, но это все равно выровняется. И это от целого лома, который острием вниз стоял. То есть эта фигурина очень крепкая и плотная. Данный пол соединяется вот такими вот пазами. Их практически не видно, когда пол моешь. Просто сейчас он грязный, и в эти пазы чуть-чуть, ну, как бы больше пыль набивается и грязь. С этого пола очень легко подметать всю парашу. И этот пол можно мыть тряпкой. Наконец-то. Вон у меня тряпка валяется, швабра. Но я этим не занимаюсь, потому что реально долго тут вкалываю. И потом просто вот так вожусь на диван и валяюсь. Сколько стоило данное удовольствие? У меня гараж 4 метра на 5,7. То есть где-то 23, по-моему, квадратных метра. Ну, 25 округлим, потому что, когда мы покупали этот пол, мы взяли на 25 метров. И вышло это все примерно в 26 тысяч рублей. То есть на 25 метров 26 тысяч рублей. Ну, грубо говоря, один к одному. А эффект-то какой? Вы посмотрите. Вот пол был примерно вот такой. Вот это вот шляпа. Видите, какая грязная кривая, стрёмная и все такое. Ее не помоешься, ничего не сделаешь. Подметать бесполезно, потому что от бетона поднимается пыль. Он сам по себе пылит. И теперь что выходит? За 26 тысяч у нас немножко теплее стало, потому что он как бы не пропускает влагу. Он измазан еще снизу герметиком и не пропускает пыль. Блин, о чем я говорю, потеплело. Ну, типа, влагу не пропускает и холод меньше пропускает. То есть полы, считай, немножко теплее стали. В гараже печка прогревает все быстрее. Стены у нас все крашеные, краска не отваливается. Соответственно, стены не пылят. Пол теперь тоже не пылит. Значит, у нас в гараже будет всегда чисто. Если, конечно, не рассыпать вот этот песок от песка струя. И мопеды грязные сюда не закатывать. Ну, или почаще мыть надо просто все. В общем, от пола одна радость. Я отвечаю. Классно. И самое клевое еще то, я пацанам, когда мы полу стелили, говорил, мы должны добиться в гараже такой чистоты, чтобы когда сюда заходит кто-нибудь, левый, он подумал 10 раз, прежде чем кинуть пепел от сигареты на пол или там намусорить, в общем. И я угадал. Вот прикиньте, приходят пацаны, там курят, не курят, спрашивают, а на пол пепел встряхивать можно? Мы такие, нет. И причем двое уже это спросили. То есть реально эта тема работает. Если в гараже чисто как в операционной, тогда никто даже и не захочет здесь мусорить. В общем-то, кайф. Ну, а здесь у нас валяются запчастюли от двигателя вот от той Yamaha. Про нее пока ничего не буду говорить. Это у нас отдельный проектик. Скажу лишь, что это максимально усосанный скутер. И я решил заснять видео о том, как реставрирую полностью этот двигатель. Ну, если приглядеться, выглядит все, конечно, чистым, но недостаточно. Особенно вот эта крышка вариатора. Вроде здесь все идеально, а здесь каких-то куча мелких черных пятнышек, которые на самом деле хрен даже отпескоструешь. Ибо с этим скутером происходило что-то невероятное. То ли он был в соль погружен полностью, то ли это действие каких-то камней, которые бились об крышку. В общем, это маленькие вмятины, такие раковины, в которые даже песок не попадает, чтобы это все отпесочить. Соответственно, это надо вымывать. Может, химией какой-то, может, более мощным пескоструем. Хрен его знает. Ну, не получается довести до ума вот эту крышку. Хотя, в принципе, сегодня, возможно, и получится, потому что вот эти вот ведра, видите? Да. Я потратил на эту хрень на днях 8 тысяч рублей. Это специальный песок для пескоструйной камеры. Да, и, кстати, у нас тут появился диван настолько круто и чисто в гараже, что можно даже на диванчике посидеть. Так вот, это не просто какой-то там песок, это гребаный электрокорунд. Вот так называется эта шняга. По-моему, да, электрокорунд. Да, вроде не перепутал. Есть там купершлаг, что-то еще, а вот электрокорунд, это просто топовейшая вещь. Топовая она почему? Ну, во-первых, когда пескоструешь, нужен какой-то абразив для пескоструя. Соответственно, это какие-то мелкие частицы. Песок, это уже прошлый век. Песком уже практически никто, ну, если круто хочешь сделать, песком не пескоструют, потому что песок, это самый отстой. Хоть кварцевый, хоть не кварцевый, во-первых, он ядовитый, во-вторых, он очень быстро портится. Если ты пытаешься пескоструить песком, как бы его частицы разрушаются из-за того, что бьются от металла, там, об картера двигателя, не становятся мельче, и, соответственно, они начинают пылить. И когда ты пытаешься что-то пескоструить пыльным песком вот в этой камере, сейчас-то ничего не видно, потому что вот это немножко уже замызглась фигня, как песочек песком, там просто вот это вот окно можно затонировать пятаком тройным в круг, и будет тот же самый эффект, нихрена не видно из-за пыли, и, соответственно, песочится все намного хуже. Именно поэтому есть сейчас различные варианты абразивов для пескоструя, и самый топовый из них, ну, смотря, конечно, для какой задачи, это электрокорунд. Два самых топовых материала, это стальная дробь, но она слишком жесткая, и она не дает эффекта чистоты металла. Стальная дробь скорее в промышленности применяется, или под покраску, если что-то пескоструить. А если хочешь добиться вот такого результата, чтобы все было беленькое, красивенькое, тогда нужен именно электрокорунд. Он, во-первых, намного жестче, крепче, его можно много раз использовать, прежде чем он начнет пылить и тоже разрушаться. Металл до бела чистит, в общем, один кайф. Но стоит эта шняга очень дорого. Я же сказал, 8 тысяч просрал. Три ведерка, 4 тысячи рублей. Первые три ведерка я купил, точнее, шумая, отправил купить эти ведерки и сказал ему взять покрупнее. Он взял покрупнее, и это оказалось настолько хреновая шняга, потому что там, блин, зерна были больше, чем обычный песок, и они чистили так, как будто шкуркой прошлись по металлу, и при этом еще больше раковин оставалось. В общем, полное фуфлище, в итоге решили купить помельче. Помельче три ведрышка, и это опять, блин, 4 тысячи рублей. В общем, 8 отдал, но результат уже лучше. Сейчас я буду пробовать перепискоструить те детали, которые я пескоструил крупной, а дальше, ну, посмотрим, что делать. В общем, надеюсь, я смог донести свои мысли, и кому-то вообще это было интересно. Погнали пескоструить. Блин, мне кажется, я конченый дебил. Короче, собрался попискоструить детали. Думаю, надо бы заменить на этом стеклышке снизу прозрачную пленку, чтобы не было вот этих вот пятен от пескоструйных. Блин, заложу сюда пальцем так, пытаюсь ее оторвать, а ее здесь и нет. То есть, все это время, что я пескоструил два дня, у меня стекло было не защищено, и получается, как бы, от пескоструила само стекло, и я не смогу оторвать ленту, чтобы оно было чистым. И получается, я ушатал пескоструйку сам себе. Ну, ладно, сейчас попробую ее протереть снизу, может быть, станет почетче, видно. В принципе, сейчас можно разглядеть, что там происходит, но хочется все-таки, чтобы было максимально хорошо видно. Да, попытался я все-таки очистить стекло, намного лучше не стало, но чуть-чуть получше. Короче, оно от песка струилось, а вот так выглядят те самые шняги, которые нужно приклеивать изнутри, чтобы... Блин, чахотка замучила, зима на дворе все-таки, нос мой страдает, но, в общем, вот так выглядит эта шняга, типа, как на телефоне защитное стекло, чтобы не ушатывать экран. Усила, экранчик приклеен, теперь включаем компрессор. Сейчас будет ни хрена не слышно. Так, эта фигурина идет сюда, подключается. Так, пример качественно от пескоструйной детали, это, наверное, все-таки вот эта часть картера. Все равно здесь есть черные точки, потому что раковины какие-то, ну, реально бешеные, причем они все по низу, как будто этот скутер реально был когда-то утоплен. Вот, со второй стороны все выглядит примерно вот так. Ну, короче говоря, чистый охрененный мотор, это я его еще не помыл после пескоструя, он немножко в пыли. Сейчас попробуем для начала вот эту шнягу допескоструить, потому что сейчас песок мельче, ну, точнее, этот электрокорунт. Короче, кладем эту штуку сюда, закрываем. И да, кстати, вот этот электрокорунт, который мы купили, тоже слишком мелкий, точнее, тот был слишком большой, а этот слишком мелкий оказался, поэтому надо брать что-то среднее, и скоро я еще раз чехлюсь немножечко на эту сраную фигню. Короче, берем, руку пропихиваем, пистолет в руки тоже, так, что-то там у меня перемешалось, вот, так-то лучше. И происходит это все, например, вот так. Нажимаешь, и пошла руда. Вон, даже видно, как металл становится более светлым, но алюминий немножко окисляется, денек полежала вся эта фигня, и немножко потемнело, поэтому ее надо либо красить, либо покрывать лаком, ну, либо ездить так, просто чуть-чуть темнее станет, и все, главное, мыть вовремя, мопед шпон, заморозованный не стал, как у всех. Ну, в общем-то, после второй пескоструйки видно в некоторых местах, что раковины стали не такие черные, как, например, здесь, но все равно они остаются, потому что они очень глубокие, в общем, крышка реально усосана. Ее даже, если пескоструить, то только под покраску, а внутри уже совсем другая тема, здесь металл прям чистый, красивый, блестящий, как свежевыпавший снежок на морозе. Кстати, по поводу подшипников, можете не бомбить, я их разбираю и потом очень тщательно промываю, так что они останутся целыми, ни один подшипник не пострадает, да и, в принципе, я в сторону них песком не дую, песок просто туда по инерции уже залетает, так что с подшипниками реально ничего не случается, особенно после вот такой пескоструйки чистовой, и ладно, там дробью фигачат, да, электрокормом можно хоть цилиндр почистить, хоть поршень, главное, в те места, которые не должны пескоструить, просто не пшипить, и ничего с ними не будет. А сейчас, для наглядности, просто берем вот эту ржавую хреновину, сцепление вместе с торг-драйвером, и немножко попесочим ее, чтобы увидеть прям результат, какая она была до, а какая после. Итак, берем прям в режиме онлайн, я думаю, вам видно хреново, мне тоже, но увидите потом результат, в общем-то. Пескоструем, надеюсь, вам видно прямо сейчас вот эти преобразования, это просто охрененно. Прошло 10 минут, и запесоченная доль выглядит вот так. Вспомните, как она выглядела 5 секунд назад, и сейчас она вся вот такая. От пыли еще не продул, да и вообще, на самом деле, от пыли продувать это дело такое. Фиг продуешь, это всюду пыль, поэтому после пескоструйки деталям нужна мойка. И до пескоструйки деталям тоже нужна мойка, потому что обычно они все в масле, в соли, в жестком таком дерьмище, и по старой методике я вот этот мотор отмывал с помощью тазика, который сейчас стоит вон там на улице с песком. Сейчас продемонстрирую, как работают настоящие механики. Вон тазик, сейчас в нем песок, а до этого в нем был бензин и кисточка. Это, блин, полный пипец. То есть ты целый час разбираешь мотор полностью, весь в говне, ставишь тазик, наливаешь туда бензин, это все начинает жестко вонять. Бензин вообще на здоровье влияет плохо, а в закрытом гараже втройне плохо. Открывать гараж зимой холодно, да и работать все будет хуже. Короче, ты начинаешь чистить, кисточкой елозишь, это все отмывается крайне фигово в бензине, хотя бензин, ну на самом деле почти лучше всего отмывает все эти загрязнения. Проходит часа два, ты весь с ног в дерьме отравившийся бензином, начинаешь все это промывать от этого бензина, потом продувать тысячу раз, в итоге отмывается все плохо, потом ты пескоструешь с кусками говна все равно эти моторы, а куски говна такого липкого в виде масла и всякой такой фигни от пескострую ваются фиговисты, потому что пескострую только твердые материалы берет, а не мягкие, вязкие такие. Вот, и потом опять все надо мыть, опять кисточка, бензин, ну может быть керхер, конечно, но вымыть отовсюду песок тоже сложно. Напрашивается один вывод, нужна автоматическая мойка, потому что это единственный способ за полчаса полностью вымыть мотор, но, увы, автоматической мойки у меня нет и стоит она, по-моему, дофигища, поэтому берем тазик и моем все. Ну а пока, я думаю, попробовать от пескоструить карбюратор, его от пескоструить будет посложнее, потому что, ну, вовнутрь, если туда что-нибудь налетит, его придется полностью разбирать, полностью продувать, хотя, в принципе, на любой мойке нужно все полностью разбирать и продувать, даже если в автоматическую мойку засунуть карбюратор, будет везде вода, перхоть, который с него отвалится, тоже попадет в канал, в общем, при любой мойке все нужно перебирать, поэтому гайки и винтики крутить придется по-любому, хоть есть у тебя мойка, хоть нет, поэтому попробую его от пескоструить, только нужно как-то делать аккуратно, чтобы пластмассочки не за пескоструить, например, вот эти штуцеры не за пескоструить, проблематично, в общем, карту проще помыть, я думаю, сейчас подумаю, в общем, покажу вам результат, я тут еще решил за пескоструить крышку редуктора, снял с него сальник, и под сальником обнаружил вот это, что это за хрень, какого фига внутри, между подшипником и сальником, забыло стопорное кольцо, это вообще, это что за технологии-то такие, блин, это кольцо, по-моему, даже подшипник успело ушатать, в общем, да, те, кто перебирает мопеды вот так, забывают стопорные кольца, там, где их быть вообще не должно, я передаю вам всем привет, ребята. Подшипник я только что выпаристывал из вот этой крышечки, вот так выглядит стопорное кольцо, кусок его был чуть ли не внутри подшипника, то есть, его как-то перемолодило, и оно оказалось там, где оно совсем не должно быть. Подшипник, к моему удивлению, остался целым, поэтому, ну что, я со спокойной душой сейчас буду пескоструить вот эту крышечку, пескоструить, вот эту шняшку, вот эту шняшку, вот эту шняшку, вот эту шняшку, это на помойку выкину, потому что почему-то терло там по мотору, а, у нее шлицы сдохли, да, тут везде шлицы еще были убитые, в общем, мотор, ай, с половины мотора выкинуть, а еще столько же выложиться, как весь мопед стоит в пескоструйку, мойку там, переборку, все такое, дикость, но я надеюсь, что ролик будет интересный, но это будет другой ролик, это просто сейчас у меня лайф-видео. Так, я тут уже винишко установил на подъемничек, но сейчас не об этом, вот оно, вот оно, перед вами сейчас находится то, из чего можно собрать целый двигатель, и он даже поедет. Ну, глушителя не хватает, и кожуха обдува, но это уже мелочи какие-то. Теоретически, если вот это все засунуть вот туда, вот это вот, вот так, то оно будет работать, вот прям вот двигатель состоит из этого, да винтика разобрана практически, вот это его все компоненты, в общем-то, выглядят, как из магазина практически все, некоторые я не чистил специально, например, вот это я выкину, это не нужно нам в нашем двигателе, и осталось лишь только избавиться от песка, который во всяких щелях там забит, и для этого я не знаю, что делать, компрессор не помогает, воздухом хрен продуешь, поэтому бензином тоже промывать долго кисточки, наверное, из керхера полью нафиг, чтобы все вот это вот повылетало, прям струей воды весь песок повымывало, ну, естественно, предварительно карп я, например, разберу, кстати, по-моему, достаточно успешно, нужные компоненты я не задел, а карп теперь новый, даже не разбирал его, но все равно придется разобрать, чтобы вытащить жиклеров, теперь этот песок, если он, конечно, туда попал, он по-любому туда попал, потому что пескоструешь без камеры, а просто на улице, песок оказывается даже в трусах, и даже если ты был одет в шубу, ладно, винишко, винишко мы делаем уже очень долго, потому что очень много запчастей мне было найти тяжело, пластика я до сих пор не нашел, потому что его ни у кого нет, ни бушного, ни нового, никакого, проще скутер второй купить, чтобы сделать, снять с него пластик и сделать вино красивым, поэтому винишко я, наверное, оставлю в старом виде, все-таки это память, тем более будет, прям как в тех самых старых видосах, будет аппарат, а сейчас я буду менять на нем резину, да, прям вот резину буду менять на винище, прям в этом видосе это не войдет в основной видос про вино, но потому что резину я уже менял тысячу раз, а в этом видосе я типа свободно могу ее можно рассказать какие-нибудь там нюансики, и первый нюанс, чтобы снять заднее колесо, его нужно вывесить, а чтобы его вывесить, нужно мопед поднять, а чтобы его поднять, табуретка не влезает под скутер, тем более тут да ничего вот такого мягкая, хрен его знает, единственный метод поднятия мопеда, мне кажется, это либо домкрат сюда сунуть, чтобы колесо вывесить, либо жопу зацепить за балку веревкой, поднять и все, но веревки у меня нет, точно нет, я ее выкинул, поэтому будем поднимать домкратом, снимем глушитель, колесико, и попробуем забортировать первый раз 12-е скутерное колесо, по-моему, такого я еще не делал, ну и чтобы снять колесо, нужно сперва снять глушитель, в принципе, как у всех остальных скутеров, глушок постоянно закрывает заднее колесо, поэтому его приходится скидывать, кстати, вот этот пневмо-трещотка сразу не берет такие большие болты, то есть, сперва нужно маленечко сорвать, а потом уже крутить, так, камеру вырубаем, ибо я не хочу уронить глушитель, он же все-таки новый, так, а теперь я рассказываю, как открутить колесо, которое прокручивается, если у вас нет гайковерта, если мопед уже вывешен, то есть, блин, открутить так-то непросто, оно же крутится, е-мое, короче, берем, сперва дергаем в сторону закручивания, и как только оно разгоняется, резко дергаем в обраточку, вот так, оп, и все, и далее, с первого раза получилось, е-мое, вот вам секретики из гаража, хотя гайковерт у меня есть, но мне его лень доставать сейчас, блин, надо мне для таких видосов, наверно, крепление на голову, какой-нибудь намутить, или в рот камеру засовывать, но больно здоровая она, и больно, не люблю я в рот свалить, всякие камеры, в общем-то, поставлю ее пока сюда, и непосредственно у вас на глазах сниму колесо свина, хрен, что у меня получится, потому что, тормоза-то я затянул, они в преднатяге, даже в небольшом, все равно не дают открутиться, точнее, сняться колесу, ну че, попытка номер два, и ни хрена хорошего не происходит, вот я тормоз и разжал, блин, почему эта греба на колесо не снимается, короче, берем кувалточку, вот так вот, вот так вот, вот так вот, не сильно, и ни хрена, ну давайте посильнее, вот так вот, вам еще вот так вот, е-маре, вырезай эту херню, Дмитрий, кулаточек снят, колодочки на месте, новые причем, и по-моему, они слишком велики для этого колеса, потому что я его с огромным трудом снял, может быть, они и труд, а может быть, я что-то не так сделал, короче, нужно будет это дело проинспектировать, но вроде бы все в порядке, может, надо немножко проехаться все-таки на этих новых колодочках, ну или барабан зачистить, чтобы не было внутреннего ржавства, сейчас нужно выкрутить вентиль из этого самого, ну вы поняли, из соска гребаного, вентиль выкрутить, чтобы все газы вышли, взять монтажки и поработать руками, прошло, наверное, часа полтора, колесо так и не готово, и вы не думайте, что вот это вот результат, типа вот такой широченный, охрененный, как у Чупера, хрен там плал, я его разбортировал наружу, чтобы оно расширилось, как бы борты вот эти разошлись побольше, потому что самым сложным оказалось не забортировать, не разбортировать, блин, это сраное колесо, а накачать его, после того, как я накинул новую резину на диск, давления просто не хватает, чтобы ее расперло, и она села по бортам, потому что чели просто гигантские, вот, допустим, у этой резины гребаной, где она валяет, вот эти борта, вот здесь, очень узкие, а диски от этого мопеда какие-то нереально широченные, то есть у резины борта здесь стоят, допустим, а у дисков вот здесь, и получается вот такие щели с каждой стороны, и воздуха не хватает, чтобы это все накачать, поэтому я вытащил резину наружу сейчас, с обеих сторон, чтобы ее как бы растянуло чуть-чуть, я обратно ее закину, и возможно, она накачается, и уже заколебался, время спать, поэтому всем до свидания.